Здравствуйте! Тема нашей сегодняшней лекции – остро-ревматическая лихорадка или ревматизм. Определение. Ревматизм или болезнь Сокольского БУИО. Остро-ревматическая лихорадка – это системное воспалительное заболевание соединительной ткани с преимущественной локализацией процесса в сердечно-сосудистой системе, развивающейся в связи с острой инфекцией, то есть наличием бета-гемолитического стрептокопа группы А, у предрасположенных лиц, главным образом, детей и подростков, в группе риска девочки в возрасте от 7 до 15 лет. Данное заболевание является отдельной зоологической единицей и имеет определенный шифр по международной классификации болезни, по МКБ-10. Идеология. Бета-гемолитический стрептокоп группы А – это доказанный возбудитель ревматизма или остро-ревматической лихорадки. Существует фактор риска – это назово рингеальная инфекция, переохлаждение, наследственность. Роль стрептокопковой инфекции. Развитие остро-ревматической лихорадки предшествует ангина. В крови высоких титров и длительно циркулируют различные противострептокопковые антитела. Остро-ревматическая лихорадка может быть предупреждена правильным лечением ангины. Ее обострения предупреждены круглодатичной бицелинотерапией. Патогенез остро-ревматической лихорадки. В патогенезе главную роль играет стрептокоп и его токсины, которые вызывают распад тканей организма и образование аутоантигенов с образованием аутоантител. Образование иммунного комплекса, который объединяет антител и антиген, приводит к повреждению тканей сердца из суставов, гиперрергической воспалительной реакции, которая приводит к рецидиву ревматической лихорадки. Клиническая патоморфология включает следующие стадии. Первая стадия продолжается 2 недели, характеризуется мукоидным набуханием. Вторая стадия продолжается 1,5-2 месяца, характеризуется фибреноидными изменениями. Третья стадия – 1,5-2 месяца, образование шофоталовайских гранулям. Четвертая стадия – 3-4 месяца, склеротические фиброзные изменения. Мукоидное набухание проявляется отеком, развлокнением соединительной ткани, деполимеризацией основного вещества, накоплением кислых мукополисахаридов. Мукоидное набухание является обратимым процессом и наблюдается во всех тканях сердца и организма. Стоит отметить, что если лечение начато на стадии мукоидного набухания, процесс обратимый, то есть возможно полное излечение. Вторая стадия характеризуется фибреноидными изменениями. На фоне этого происходит дезорганизация коллагеновых волокон, их набухание, слияние между собой, образование гомогенных беструктурных полей. Состав фибреноида включает плазменные белки и фибрин. Крайняя степень фибреноидного воспаления – это глыбчатый распад коллагена, что характеризует развитие фибреноидного некроза. Третья стадия – это шофотлолайская гранулема. Это ответная реакция на процесс дезорганизации соединительной ткани. А шофотлолайская гранулема, в частности ревматическая, состоит из крупных бозофильных гистилцитов, гигантских многоядерных клеточных элементов, миоцитов, тучных, плазматических или луфоидных клеток. В классификации существуют следующие клинические формы. Острая ревматическая лихорадка, когда заболевание выявлено впервые. Повторная ревматическая лихорадка, когда в анамнезе наблюдались атаки активности ревматической лихорадки. И хроническая ревматическая болезнь сердца, с пороком сердца или без порока сердца. Диагностические критерии острой ревматической лихорадки включают основные и дополнительные. Основные диагностические критерии – это большие критерии, включают кордит, полиартрит, хорею или малую ревматическую хорею, ревматические узелки, эритемы. Малые критерии или дополнительные критерии – это клинические, артралгия, лихорадка, лабораторные, повышение острофазовых показателей, в общем анализе крови и в ремопробе. Инструментальные данные – это изменения на ЭКГ и ЭХО-КГ. Изменения на ЭКГ – это удлинение интервала ПКУ, то есть такой блокады первой степени, один из первых признаков кардита при остриуматической лихорадке. Признаки митральной и артальной регургитации наблюдается при доплер ЭХО-кардиографии. Данные, которые свидетельствуют о наличии стрептококковой инфекции, это позитивная астрептококковая культура, выделенная из ДЕВА или положительный тест быстрого определения астрептококкового антигена, повышение или повышающиеся титры против стрептококковых антител, это антистрептолизина О и антиденказы. Чем же проявляется кардит клинически? Это ведущий симптом остриуматической лихорадки. Мы говорим, что ревматизм кусает сердце и лижет суставы. 90-95% случаев у пациентов протекает с кардитом. Определяет тяжесть течения остриуматической лихорадки и прогноз. Основной компонент кардита – это вальвулит. Симптомы вальвулита – дующие, связанные с первым тоном систолический шум на верхушке сердца, как признак метральной регургитации. Непостоянный низкочастотный мезодиастолический шум на верхушке. Высокочастотный бывающий протодиастолический шум вдоль левого края грудины, как признак артальной регургитации. Диагностика ревматического полиартрита. Ревматический полиартрит встречается в 60-100% случаев. Носит мигрирующий характер, то есть мигрирующий полиартрит крупных и средних суставов – коленных, голеностопных, локтевых и других. Преобладает олигоартрит, реже моноартрит. Быстрая регрессия артрита под влиянием противовоспалительной терапии. Артрология наблюдается в 10-15% случаев. Ревматическая хорея или малая ревматическая хорея. Характеризуется следующими клиническими проявлениями. Хореотические гиперкинезы, мышечная гипотония с имитацией параличей, расстройство статики и координации, сосудистая дистония, психоэмоциональные нарушения. Такие проявления можно наблюдать у подростков в школьный период. У них меняется почерк, они становятся раздражительными, падает успеваемость, возникают конфликты в семье, плаксивость и т.д. Это все проявления ревматической хореи. Кольцевая или анулярная эритема встречается у 4-17% случаев больных, чаще всего детей на высоте острой ревматической лихорадки. Кольцевая эритема – это бледно-розовые кольцевые высыпания в диаметре от нескольких миллиметров до 5-10 сантиметров. Преимущественная локализация – это туловище и проксимальные отделы конечности. Это голени, бедра, внутренние поверхности, плеч, предплечья. Подкожные ревматические узелки встречаются достаточно редко, около 3% случаев. Плотные, малоподвижные, округлые образования на разгибательной поверхности суставов сухожилий. Имеют обратное развитие от 2 недель до 1 месяца. Наблюдаются преимущественно у детей. Какие же исходы заболевания? Первое – это выздоровление. Как вы помните, первая стадия мукоидного набухания абсолютно обратимая. Поэтому, если правильно начать лечение, можно выздороветь. Поэтому первый, самый благоприятный исход – это выздоровление. Если же упустили какие-то моменты, то развивается хроническая ревматическая болезнь сердца. С порогом сердца или без порога сердца. Примеры формулировки диагнозов. В диагнозе указывается клиническая форма. Острая ревматическая лихорадка или повторная ревматическая лихорадка или хроническая ревматическая болезнь сердца. Указываются большие и малые критерии. Например, кардит, мигрирующий полиартрит, хорея, анулярная эритема. И наличие осложнений. Это хроническая сердечная недостаточность, нарушение ритма сердца и т.д. Лечебная программа. Первое. Режим постельный или сидячий режим. Второе. Лечебное питание. Стоун номер 10. Ограничение соли и жидкости. Третье. Этиологическое лечение. Так как у нас возбудитель бета-гемолитический стрептогог, значит, это логическое лечение антибактериальным препаратом. Основная группа препаратов – пенициллины. Такие как пенициллин, бициллин, экстенцилин при непереносимости назначают макролиды, эритромицин. Четвертое. Купирование активного воспалительного процесса. Чаще всего это нестероидные противовоспалительные средства. Хорошей активностью обладают аспирин, эндометациин, мальторен, эбуфен, тикофенокнатрия. Следующая группа препаратов – это аминохинолиновые соединения, делогил, плаквенил. Глюкокортикостероидная терапия при тяжелом течении высокой степени активности. Следующая – это метаболическая терапия. Рибоксин, витамины группы В, липоевая кислота и т.д. Симптоматическое лечение включает диуретики, периферические вазы, дилататоры, сердечные гликозиды, антиаритмические препараты. Следующее – это санаторно-курортное лечение. Показано в период ремиссии. Ни в коем случае не в период обострения, или высокой температуры, или высокой степени активности. Санаторно-курортное лечение показано сухой, теплый климат, сероводородные, радоновые, хвойные, кислородные и морские ванны. Следующее – это диспансеризация. На уровне стационара и поликлиники больные находятся под контролем ревматолога и терапевта. И следующее – это профилактика, которая бывает первичной и вторичной. Первичная профилактика – это санация первичных очагов инфекции. Своевременная адекватная антибактериальная терапия танзелита, фаренгейта, кариеса является основой комплекса лечебно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение острой ревматической лихорадки. Дифференциальная диагностика острого танзелита проводится с ОРВИ, скарлатиной, дифтерией, инфекционным мононуклеазом, герпангиной. Вторичная профилактика – это бициллина терапия. Чаще всего использование пенициллинов пролонгированного действия, таких как экстенцилин, последнее поколение. Взрослые дети старше 12 лет назначают по 2,4 млн единиц. Дети с массой тела больше 27 кг по 1,2 млн единиц. Дети с массой тела меньше 27 кг 600 тыс единиц. Инъекции производят глубоко внутримышечно, 1 раз в 3 недели, круглогодично. Длительность вторичной профилактики зависит от категории больных. Если у пациента ревматическая лихорадка без кардита, длительность профилактики составляет 5 лет после последней атаки или до 18-летнего возраста. Излеченный кардит без порока сердца 10 лет после последней атаки или до 25-летнего возраста. При наличии порока сердца бициллина терапия проводится пожизненно. Если у пациента оперированное сердце, протезирование клапанов, комиссура томия, вальвула пластика, бициллин назначают пожизненно. Спасибо за внимание.